Всё, что этот человек производит, какие-то там ценности материальные и прочие ресурсы своим трудом, у него всё всегда будет отниматься на 95-99%. Человек этот всегда будет нищий. И сделать он с этим ничего не может, потому что он находится в статусе раба, он сам является имуществом. Вот отсюда, значит, этого человека, который бьётся, впахивает, как рыба, облёт и получает за это дело, так сказать, ничего, у него возникает дикая зависть и ненависть к другим рабам, более привилегированным или более способным, которые живут там лучше, богаче и так далее. Вот попытки опустить их до своего уровня всеми возможными способами. Дальше, третье. Замена чувства собственного достоинства на чувство собственной важности, что означает постоянное самоутверждение за счёт унижения других. Это вот одна из основных таких характеристик мышления рабов или быдла. Когда человек самодостаточен, ему не нужно постоянно издеваться, гнобить, угнетать окружающих, тех, кто слабее его, там, бросать им ранговые вызовы, вступать в ранговые инстинкты. Особенно явно эта модель поведения появляется в школе, армии и тюрьме, там, где сборище, вообще, так сказать, концентрат дерьма, но и в коллективах, и, так сказать, быту. Поскольку уровень населения у нас очень сильно подвинутый в животное состояние, это тоже отлично проявляется. То есть это тоже часть, так сказать, совкового мышления или рабского мышления. Дальше, значит, свободный человек осознаёт себя личностью, он может планировать свои поступки и их результат на длительную перспективу. Он может делать серьёзные, долговременные, стратегические инвестиции. Тут я вспомнил такой интересный пример, который я где-то слышал про семьи потомственных музыкантов уровня Гварнери Страдиваря, как они делали свои музыкальные инструменты. Это были в полной мере свободные люди с патриархальными семьями, с преемственностью поколений. А эти самые знаменитые их скрипки и виолончели, которые до сих пор там на вес золота, они делались таким интересным способом. То есть какое-то поколение этих людей шло в лес, находило подходящее дерево и его там определенным образом подпиливало, чтобы это дерево лет 20 засыхало. Не сразу умирало, а лет 20. И уже следующее поколение дети приходили, срубали это дерево и делали из него совершенно фантастические музыкальные инструменты. То есть была такая преемственность поколений, что вот такая инвестиция, что отец молодой шёл, подпиливал дерево. И там лет через 20-30-50 его уже взрослый сын, может это отец уже в могиле, он срубал это дерево, подпиливал следующее для своих детей, оставлял на них какие-то пометки. И вот так вот была преемственность поколений, они делали вот такие вот музыкальные инструменты, такие, которые аналогов в современном мире практически-то и нету. Вот это мысли, так сказать, мышления, планирования и поступки свободных людей. Вот. Раб, понимаете, он скот, у которого в любой момент всегда могут всё отобрать. Ему не нужно стратегическое мышление, потому что планирование не имеет смысла. Всё, что он запланирует, наверняка не сбудется. За него планирует его хозяин, общее государство. То есть планы отдельно взятого человека хозяина не колышет совершенно. В нашей с вами конкретной ситуации попытка накопить деньги кончается либо крахом этого банка, где эти деньги лежат, либо обесцениванием валюты этих денег, либо инфляцией, либо скачком рубля. В общем, в долгосрочной перспективе относительно вы по-любому всё потеряете. То есть у нас как бы невозможно ничто планировать, там даже с большим риском лет на пять вперёд, что-то серьёзное, такое материальное, финансовое. На 10 уже практически бесполезно, на 20 там уже страна-то поменяется, я не говорю уже о дензнаках. У раба, как бы, зачем ему планировать? Он живёт, понимает, что надо нахапать сколько можно здесь и сейчас, наворовать всеми возможными способами, нагадить. А до что ему дальше будет, ему вообще глубоко пофигу, потому что за него эта ситуация совершенно непредсказуемая, и непредсказуемость этой ситуации от него никак не зависит. Поэтому, в общем-то, мы имеем такое поведение, что люди, грубо говоря, в быту там срут под себя, воруют, мошенничают здесь и сейчас. Огромное количество жуликов. Когда наши иммигранты в 90-е годы приехали, поселились на Брайтон-Бич, открывали там какие-то магазины, ювелирные, не знаю, продуктовые, начали просто откровенно обманывать клиента. Продавать всякие поддельные драгоценные камни вместо настоящих, какой-то тухлый продукт, которыми травились. Они не понимают, что обманув человека, потеряв клиента один раз, они потеряют его навсегда. Они не понимают, что это стратегически, но идиотизм невыгодно. Таким образом, там разорялись целые кварталы этих, так сказать, лжепредпринимателей. То есть, это вот типичный пример, опять же, совкового мышления. Неумение критически независимо мыслить. Оперирование только навязанным хозяином, выгодными хозяину мыслеформами или шаблонами. Несколько примеров. Женщина прекрасный пол, труд облагораживает, защита Родины священный долг. Рабу это с детства забивают, так сказать, прописывают в качестве импринтов, и он никогда уже не задумывается. Потом у раба мозг окаменеет, то, что ему тогда записали в раннем возрасте, оно, так сказать, оказывается выбитым в мраморе его мозга. И этот самый, так сказать, человек или персонаж, скорее, так вот и живет. С окаменевшими какими-то догмами и задумываться, понять, что, в общем-то, его используют и облапошивают вот таким вот фреймом, мыслеформами. Он не может уже, все. Способность к обучению утрачена в раннем возрасте. У 95% людей. Дальше. Ненависть к людям, которые мыслят по-другому. Немедленная агрессия в их адрес. Вот. Ну, то есть, каждый из нас знает, что если к этому, там, сказать, не знаю, как приличное слово найти неумному человеку, который вяжет, что там защита этой Родины, в кавычках, священный долг, пойти и начать ему объяснять, что там, как бы, то есть, что вообще такое Родина, как бы это что, имущество, так сказать, бандитов, чиновников и олигархов, защищать их имущество, мой священный долг, и баб еще при этом, с какого-то перепуга. Вот. Ну, то есть, этот человек, как бы, это в его вот эти вот окаменевшие шаблоны не укладывается. Он начинает вяжать, кидаться, бросаться, драться и там всячески истерить и проявлять всякую там агрессию. Поскольку от раба в его жизни мало что зависит, весь результат его труда достается не ему, а его хозяину, значит, он очень сильно радуется чужой беде, проблеме или слабости, не способен к сочувствию или сопереживанию. Очень любит добивать слабого. Вот. Дальше. Седьмое. Аналогичное отношение к своему здоровью в условиях отсутствия будущего и перспектив. Ну, то есть, твое здоровье, оно тебе-то особо не принадлежит, потому что ты сам являешься собственностью. Вот. И будущее твое, это будущее тех людей, которые у тебя отнимают твою жизнь, перспектив у тебя никаких. Особенно это было ярко понятно при советской власти. Да и сейчас-то тоже уже, как бы, туда движемся. Вот. Поэтому, значит, человек, понимая все это, что у него нет будущего, что у него все отнимут, что он заработает, придумает, построит. Он начинает пить, курить, жрать всякое говно, колоться здесь и сейчас, потому что жизнь его ему не принадлежит. Вот. Так дальше. Восьмое. Тенденция гадить под себя на природе и в общественных местах. Это я уже о своем одеющем, о рыболовном. Потому что, бывало, приходишь на моей любимой Волге, на рыбалку и наблюдаешь это, собственно, явление масштабное повсеместное, по всему пост-СНГшному пространству. То есть, эти, так сказать, отдыхающие или там быдло-туристы после себя оставляют горы мусора, а также говна всякого, в прямом и переносном смысле. Вот. То есть, вместо того, чтобы убраться и вообще ходить в природу как в лес, как в храм, как полагается, вот, они, значит, срут везде, где находятся. Вот. Отсюда же скотское отношение к природе, чудовищных масштабов браконьерства. Вот. То есть, это вот все, что я до этого момента перечислял, это вот такие черты именно рабского совкового мышления. Дальше. Я сказал, что это как бы мышление-то рабское, но есть некая такая национальная специфика. Вот. Советский, значит, специфика именно советского рабского мышления или совкового мышления, она вызвана особо жутким, особо лютым, так сказать, государственным террором в отношении граждан. Вот. Ну, опять же, вспоминаю, так сказать, моего любимого товарища Сталина, который там десятки миллионов просто, так сказать, неповинных людей в землю закопал со страшными пытками. Вот. И его, так сказать, и предшественники, и преемники, они, в общем-то, не очень далеко от него ушли. Хотя уже народу, землю невинного закапывали меньше. Население России и до революции, и после особенно этого самого переворота, оно жило в состоянии, как правило, достаточно жуткого пресса, властей, террора и режима. Вот. То есть, особенно лютое, вообще циничное и мерзкое противостояние рабов и государства, оно вот и было спецификой. И привело это к тому, что, вот, я перечисляю уже в следующих пунктах. Значит, ненависть всех ко всем через политику стравливания всех со всеми. Я имею в виду рабов всегда и везде. Значит, у нас весь семейный кодекс у нас по большому счету направлен на то, чтобы жены ненавидели мужей, дети ненавидели родителей. В школе, так сказать, ученики ненавидели учителей, а родители, семьи ненавидели эту школу. Ну, эта так называемая армия, она просто служит, ну, почти исключительно для того, чтобы там ненависть культивировалась запредельно, чтобы там все ненавидели всех. И этот вот несчастный, эти арестованные туда мужчины, которые там выжили, они приходили оттуда просто натасканными на злобность овчарами. Вот, которые уже будут ненавидеть все и всех, чтобы все вот эти вот рабы, они никоим образом не могли как-то объединиться и договориться между собой, объединиться против хозяина. То есть, политика разделяй и влавствуй. Чтобы все рабы друг друга с та страшной силой ненавидели. Вот, и они ненавидят, это тоже, так сказать, российская специфика, уже совковая именно специфика мышления. Дальше, все эти зверства, которые творила советская власть над простыми людьми, народ на это дело со своей стороны отвечал противостоянием этому государственному режиму через дикое пьянство, воровство всего, чего только можно, с предприятий, халтуру, отвратительные качества продукции, брак, который он производит, а ужасно низкую производительность труда. Вот, то есть, экономика, полным развалом экономики, который шел не только сверху от идиотизма властей, но и снизу от, собственно, саботажа людей, которым не платили, которые видели, что у них их грабят, что им не во что инвестировать. Вот они, значит, и особо-то не делали вид, что работали. То есть, была даже поговорка про советских инженеров, что советские инженеры делают вид, что работают, а государство делает вид, что им платят. Дальше, соответственно, ненависть к труду, что тоже является в таких условиях, особенно в советской власти, да и сейчас, в общем-то, любой психически здоровый человек труд ненавидит, потому что, а что толку трудиться, когда 99% того, что ты зарабатываешь, забирает государство, хозяин. Не очень-то хочется и вкалывать за копейки. И вот дальше, 12-е, копируемые модели поведения госчиновников массовая преступность, то есть, стирание грани между добром и злом и знаков плюс и минус с любых поступков. Ну, то есть, когда преступная вороватая власть, когда все знают, что коррупция, что все видят, что большинство чиновников взяточники, когда государство творит преступления, соответственно, люди начинают массово копировать эту модель поведения. Ну, вот, собственно, все основные, так сказать, особенности того, что можно назвать советским менталитетом, который успешно продолжается и в наши дни, я вроде как перечислил.